его парни привет меня зовут тигран добро пожаловать на мой канал странник сегодня будет такой вот экспресс видео снятое на мобильник по поводу установки молдингов порогов на классику то есть на самом деле вот у меня были приваренные пороги да уже когда-то делали восьмидесятых девяностых ремонт сплошные без отверстий под молдинки но так как я собираю оригинал я хотел поставить молдинги теперь у меня возникла проблема поэтому сейчас я буду пытаться все это сделать аккуратно своими руками качественно и красиво но вы можете наблюдать за результатом потому что возможно вам это тоже нужно и в общем вы увидите все в деталях все как обычно поехали ребят прежде чем начать ролик я бы вас хотел обязательно попросить поставьте пожалуйста этому видео лайк напишите вниз комментарий поделитесь этим видео соц сетях потому что чем больше вы это будете делать тем больше для вас буду снимать полезных и интересных роликов погнали так ну вот такая вот картина значит вот порог без отверстий да и вот молдинг этот родной хромированный красавец который надо установить сюда на порог значит смотрите вот сюда прикладываем картинку я нашел вот такую картинку в интернете по которой размечены все отверстия по идее на которых оно должно крепиться но как бы я немного не понимаю зачем на этой картинке было спереди обозначено два отверстия я нашел вот вам прикладываю фотку копейки с просверленным порогом то есть я просто шел у нас на парковке эпицентра увидел эту копейку с этими пистончиками себе сфотал на память для красоты принципе я выкладываю такие интересные и красивые машины в инстаграме у себя кто хочет может подписывайтесь смотрите там вот ну заодно мне как образец для установки пистонов этих поэтому сейчас будем пробовать размечать это все согласно этим схемам ну а дальше уже смотреть что у нас получится по итогу так значит смотрите я разметил здесь если размечал красным маркером ну в принципе да видно вот значит первая точка вот отсюда вот согласно схемки да то что я нашел 65 миллиметров от края мы берем крыло вот они 65 миллиметров от видно стоит . дальше каждые 22 сантиметра вот видно 2 3 4 вот здесь вот между каждой 220 миллиметров 22 сантиметра вот смотрим 2 3 22 сантиметра и высота от порога 3 сантиметра сейчас покажу три сантиметра вот она фокусируйся вот она высота от порога 3 сантиметра вот в принципе все поставил вот у меня их получилось 8 точек последнюю на сюда на заднее крыло я уже выносить не стал то сейчас я накерню это дело просверлю в начале маленьким сверлом и потом рекомендуется под пистоны пистоны 8 миллиметров на рекомендуется сверлить семь с половиной 7 и 7 чтобы они не болтались сейчас покажу что записал за пистоны значит пистоны вот такие вот вот так вот они выглядят это вот такой штырек который туда защелкивается значит выгреб я их на рынке у дедушек как бы не многие кто понимают все о чем речь что куда надо девать но особенно если берем современных продавцов да вот но дедуганы как обычно все знают все понимают поэтому вот я у дедушек нашел то есть достать их реально стоит они 3 гривны штучка так это 10 12 14 16 вот мне два запасных то есть вот такие вот эти самые вот этой стороной не штырем то это вот глухой штырь пластиковый а вот тут трубочка вот этой вот трубочкой диаметром 8 миллиметров получится поэтому надо сверлить им с половиной чтобы она садилась напрямую потом когда мы этот штырь будем забивать ну это вы все сейчас увидите чтобы она там крепко держалась так вот я уже насверлил накернил и просверлил тоненькие дырочки да видно вот они теперь беру сверло семь с половиной миллиметров и сверли уже им так ну вот и дырки отверстия готовы диаметром 7 половиной миллиметров вот все теперь их можно немножко подкрасить до подровнять и подкрасить чтобы они не ржавели вот чем-нибудь без разницы кисточкой какой-нибудь краской вот чтобы она не ржавела так вот я подкрасил их красочкой черный кто-то может сказать что не аккуратно но я специально вылазил на края потому что все равно когда сверлом просверливая что немножко где-то край зацепляешь поэтому пускай лучше она будет обработана порогом прикроется этого ничего видно не будет но теперь идемте разбираться с вот этими вот пистонами так пистоны пистоны ну вот мне есть один поломанный бракованный какой-то мне его дали так просто вот мне как раз на нем будет не жалко показать значит пистоны еще раз повторяюсь вот этой вот стороной вот этой вот там где как трубочка такая до вставляется в порог в ту дырку что мы просверлили вот это вот задний чопик такой это глухая пластиковая палка это идет типа как по принципу анкера вот когда вставляют в стену да там чоп и так далее то есть она его распирает чтобы мы то есть вот мы его вставляем вот так вот в отверстие до этой трубочкой и потом молотком забиваем вот этот вот болт но лучше всего перед тем как мы будем вставлять эти в пороге каждую пистончик вот так вот мы вставим в такую высокую проставочку гаечку какую-нибудь вот и слегка слегка объем по пластмасске чтобы сорвать ее с места все с места она сдвинулась потому что они там типа как подпаяны немного что-то от времени может быть да там застряют и чтобы мы потом со всего маху не били по порогу и не промяли его не треснули краску поэтому лучше каждый пистончик вот так вот на гаечке слегка слегка только то есть ну чтобы она туда не вошло понятное дело даже туда не распёрла его сразу буквально легенький вот удар вот видно да и молоток держу вот так вот просто подвесом молотка клац она его чувствуется сразу с места сходит чтобы она там буквально на пол миллиметра сдвинулась и все так ну вот я все приготовил значит все 8 пистончиков я пробил теперь так как у меня дырка просверлена на семь с половиной миллиметров а вот этот вот краешек 8 миллиметров то чтобы она все легко входило но при этом не болталась да я специально просверлил чуть меньше чем она была 7 и 7 но 7 с половиной что сверло болтается короче я смазываю краешек в негроле видно вот это так вот видно значит смазываю краешек в негроле и уже негрольный сюда эту штуку первых она будет легко входить во вторых она будет еще и как антикоррозийка сюда маловато ей зараза знаете семь с половиной мало наверное да просверлить всем и 8 у меня есть сверло сейчас сделаем так запись пошла отлично 7 и 7 сверло сейчас попробуем так и теперь вставляем вот 7 и 7 7 с половиной маловато сверло 7 и 7 получается отлично так теперь мы пристукиваем сам вот этот вот пистончик снизу чтобы он сел да там вот и после уже забиваем вот это вот стерженек здесь делаем то же самое дырка 7 и 7 что там видно так пистончик мажем негролом устанавливаем значит тут можно взять вот такую проставочку чтобы в нее этот штифт залазил чтобы сам пистончик непосредственно набила набили есть заселкнулся ну вот так вот все остальные думаю тут принципе показывать не надо сейчас покажем уже результат готовый так значит вот все крепежи стоят все 8 штучек вот осталось дело за малым защелкнут на них порог и очень Сам порог я заселкиваю первый раз в жизни, никогда его не ставил, ничего не знаю, но, судя по тому, как было написано в интернете, что ставишь, прижимаешь нижнюю часть, а верхнюю уже защелкиваешь. Так, ну одна защелкнулась. Продолжение следует... Так, ну в принципе ничего сложного, реально вот так вот снизу его подводим. Ну вот у меня снизу не везде получается, но здесь вот получилось снизу, а здесь вот просто прямо все. Он защелкнулся, вот стоит наш красавчик на машине. В общем вот так. Давайте теперь смотрим зазор от кузова. Ага, вот этот не защелкнулся, да? Тут немножко, немножко он не защелкнулся. Здесь вообще идеально стал. Тут надо поправить. Тут стоит везде идеально. Значит так, тут что-то, 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 ага, все, защелкнулся. Просто здесь, наверное, слегка, слегка есть мятинка на пороге, что получается на какой-то маленький зазорчик. Но в целом все обалденно. Теперь делаем вторую сторону и все то же самое. Так, ну вот в принципе и готово уже полностью защелкнутые пороги. Один красавчик. Вот как-то так. Ребят, ну я думаю, вам понравился этот ролик. Я постарался вам показать максимально все подробно, как есть каждый элемент и так далее. Пожалуйста, не забываем ставить этому видео лайк, писать вниз обязательно комментарии, делиться этим видео в своих соцсетях, делать репосты. Ну а с меня будет к вам больше новых, полезных, интересных видосов. Спасибо большое за просмотр. Спасибо большое, что вы со мной. Вы моя самая лучшая аудитория. Всем удачи. Пока. До новых встреч. Ребята, подпишитесь сейчас сразу на канал, жмите вот эту кнопку, и вы будете всегда первыми узнавать о новых, полезных и интересных видео. Всем удачи и добро пожаловать на мой канал.